Девушки отдыхают 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 Сейчас я иду за машиной Рабочей машиной И потом я поеду уже В апартаменты, которые мне сняли Которые я тоже не видела ни разу Вот здесь паркинг Напротив Аэропорта паркинг тут там и hertz и разная ну а здесь тоже есть компания с которой мы сотрудничаем что отъезжаем от аэропорта в этом году у меня машина лучше чем прошлом у меня даже сигнализация есть ну что привет крит калимера крит ему калимера гап ему я еду сейчас все таки я говорила что буду жить в мударе но нет я буду жить в голосе там же но работать буду на два фронта он так устал бедненький такой стресс для него трясется он все время дышал часто 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 зрачки огромные и он а не спал в сумке вообще то есть я не знаю все говорил или нет вообще сумки не спал вот море и вот здесь вот апартаменты поднимаемся наверх так что носит название регион гу-вэс апартаменты sweet memories и внутри он тоже сейчас покажу вот но я скажу что наша компания снимать для меня их за 350 евро извини за бардак кухня тут это все можно открыть пустить сюда свет здесь можно устроить две кровати да то есть одну кровать и вторую кровать и такой как зал и вот здесь вот так как гостиная кухня сюда выходит балкончик балкон очень хороший большой неплохая ванна ну просто считается что мне не надо было вчера принять душ и здесь такая вот огромная шикарнейшая кровать здесь тоже открывается вы выходите себе наслаждаетесь балконом то есть на на один балкон можно выйти и вот здесь вот такая большая лоджия мы поели курочки мы съели две ножки куриные теперь мы играем мы поели мы поели он и Ну что, мое первое утро на Крите, правда, меня сейчас чуть не сожрали комары, ни туалетной бумаги. Не горячей воды на данный момент, потому что, ну, мы же не люди, мы же работники приехали, мы все еще не туристы. Мыла даже нету, хотя бы маленького элементарного. Хорошо, что я взяла наш опыт в свое мыло. При этом сейчас мне дали хорошие апартаменты на две недели, пока будут внизу идти ремонт, а потом я покажу вам, где они сдают. Ну что, берем свой кофе и вперед. Это моя любимая таверна. Скоро солнце встанет. Тишина, никого нет, это крутяк. Ну что, друзья мои, доброе утро. Я пью кофе на любимом Крите. Это кафе. Оно с названием The Island. Оно каждый год, они что-то перестраивают, что-то застраивают, чтобы берег тоже изменяется, обламывается. Вот. Но у них довольно интересный интерьер. Вот такие вот кресла-качалки. Мы сейчас будем ждать солнышко. У них есть открытый и закрытый ресторан здесь. И у них здесь огромный попугай. Как-то он, не помню, что мы займем места в первом ряду. Видите, берег как обламывается. Вот у нас первый рассвет, Тодорчик, на Крите. Тодорчик, на Крите. Парняга радуется. Ах, ты маленький мольк. Это женщина с собаками в прошлом году тоже. Да, да. Вот какая у нас водичка. О, теплая вода, реально, ребят. Ну, градусов 25 вода, реально офигенская. Да, да. Да. Кто радостный? Кто радостный? Кто радостный? Кто такой радостный? Ты приехал на свою... Тодор. Тодор. У нас у греческой родины, да? Да. Тодор. 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 остеохондроза. Ладно, ребят. Чао-чао. Довольно симпатично. А сейчас мне хочется показать вам те апартаменты, которые были выделены для меня, как работника из туристической компании. Вот это полуподвальное помещение. То есть две недельки ты поживи в шикарном месте, а потом точно такая же планировочка, но немножечко ниже под землей. Если обратить внимание, то здесь видно, что приблизительно на метр затапливалось это помещение зимой. Если помните, на Крите были сильнейшие дожди. И, конечно же, я попросила посмотреть это помещение внутри. Оно пропахло сыростью. Как бы его не отремонтировали, не очистили, ни один, мне кажется, уважающий себя человек шесть месяцев здесь жить рядом с канализационной трубой и вот этим видом не будет. Приходя после тяжелого рабочего дня хочется не только лицезреть что-то прекрасное перед глазами, ну а ночью спать с открытым окном. На момент заселения я в этих зданиях проживала одна, но даже за доплату хозяин отказался разместить меня на сезон на высшем этаже. Ну что, я уже иду. Надеюсь, что дурочка там не будет скучать и не будет выйти. Самое главное. У меня здесь первый раз будут клиенты. Сейчас мы посмотрим. Ну что, Семирамис за плечами. Я сейчас направляю Сталиду. Кони Виллэдж. Один человек. Господи. Неужели этот день закончился? Половина седьмого сейчас. Начала я в девять, сейчас половина седьмого. решала кучу всяких вопросов. Сейчас мы будем ехать в Сталиду. На нервы попипикает пусть немножко. Потому что я не хочу дергаться. Отключать. Вот. Это у нас Сталида. Я люблю очень Сталиду. Тоже еду в этом сезоне первый раз. Очень уютная. Маленькая. Да. Людей немного. Да. Привет. Как раз я хотела звонить. Ну. О. Да. На. На Крите понаделали разметок. Просто. Ну, то есть, наконец-то нанесли разметки. Сделали дорогу, нанесли разметки. А сейчас везде одни сплошные полосы. Везде просто. Там где-то поворачивал, поворачивать нельзя. Конечно, нарушаешь, потому что, ну, блин, было все так удобно, а теперь, блин, не все неудобно. Но еще это такой, знаешь, самый неприятный момент, когда ты думал, что ты закончил. Во-первых, последняя гостиница тоже вот бесиловка всегда. Когда человек приехал на Крит, вчера в автобусе вот говоришь, да, что вам нужно будет сдать тест, ПЦР-тест. И вот женщина одна. Ну, все слышали. То есть, вы должны прийти на встречу, потому что это важно, потому что я скажу, где его можно сдать, как это все происходит, ну, там и так далее. Все слышали, все это самое. Сегодня одна женщина живет просто в жопе мира. В прямом смысле слова. Вот эта гостиница, которую вот я показывала. Все замечательно, но даже она не смогла поменять себе номер, потому что просто на рецепшене никого не было нормально. То есть, она, по-моему, живет в этой гостинице одна. Вот, заехала, все, дела до нее нет, потому что у нее нет ни завтраков, ни... Вот, ну, суть не важна. Рядом ничего нет, да, то есть, человек вообще просто приехал, где проходить этот тест? Что она думает, что кто-то за ней приедет, заберет ее и отвезет и сделать тест? Ну, нет, конечно. То есть, человек о себе не думает вообще. Семь дней, я понимаю, 14, когда есть время еще там, да, или даже хотя бы 10. Вот. В общем, конечно, иногда вот эта беспечность туристов, конечно, просто убивает. И вот я приехала. Человек просто не пришел. Ну, так ты позвони, напиши со мной, что ты не придешь. Потому что там, мы тебе звякни, мы тебе перезвоним. Чтобы я не тратила свое время, потому что я закончила, я 20 минут ее ждала. Ну, 20 минут ждала встречи. Вот. Могла уже 20 минут назад освободиться. И сейчас я еду, там эти билеты, еще мне надо сделать 4 звонка и отослать смс. У меня уже сил нет. Я хочу пойти в свою любимую таверну, сесть, накатить пиво, вот, и посмотреть прекрасный закат, который уже будет через 30-40 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok